Этот коврик или этот? Этот или этот? Хм, пока я выбираю, а давайте вы поставите лайк этому видео и сделаете, ну что, репост в группе ВКонтакте, например, для разнообразия-то, мм? Привет, друзья, и в другое бы время я назвал бы месяц коллекционных фигурок, потому что смотрите, как часто выходят, пользуйтесь случаем, потом будет перерывчик между коллекционными фигурками, смотрим сейчас. И я вам хочу рассказать нечто интересное. Кто следит за моим Инстаграм и группой ВКонтакте, знает, что я там всякие новости опубликую, интересные там новинки и все такое. И вот я рассказывал, что у меня появился Тор! Это новая, новая серия от Marvel Legends, которая уже появилась в магазинах игрушек, я лично эту взял в детском мире. И, несмотря на то, что это новинка, стоило все достаточно, ну как бы, нормально для коллекционной этой фигурки, такой еще, как Тор, 1380 рублей, если я не путаю. Поэтому давайте быстренько на него посмотрим, может быть, как-нибудь потом я сделаю подробный обзор. Сейчас хочу вам быстро-быстро показать, что есть, просто со всех сторон его покрутить, повертеть, и чтобы вы для себя поняли, хотите вы собирать эту серию или нет, это прям новинка. Коробка стандартная для всех фигурок Marvel Legends сейчас одинаковая, и для Паука была такая, и для Стражей Галактики такая, и вот здесь такая же. Только чуть-чуть она вот побольше, не знаю, только для Тора или для остальных я сравнивал чуть-чуть потолще. Ну и Тор потолще, вообще, мне кажется, мне тесно в этой коробке, прям какой-то толстячок, но это по комиксу, не по, я так понимаю, не по фильму, естественно. И у нас тут чья-то нога, не чья-то, а Одина нога, можно собирать. Он круто выглядит, я видел голову с плащом, очень здорово это все выглядит, но единственное, что вот остальные персонажи, я вот как бы не всех их знаю, напишите, какой вам нравится вообще персонаж, есть ли тут ваши любимые персонажи, кроме Тора, или, например, только Тора всех этих персонажей понравился, и на кого бы хотели, чтобы я сделал тоже обзор. Такая вот коробка, все понятно, давайте доставать Тора. И перед нами предстает Тор. Вот это уже какой-то, мне кажется, новый уровень этих фигурок, они прямо, я считаю, вышли действительно на новый уровень, потому что Тор выглядит, выглядит очень клево. Начнем с того, что здесь вот такая первая увлекательная часть этого набора, это нога Одина, можно как-то, я не знаю, следы Одина вставлять, наверное. Ну, в общем, подумаю, собирать нет, потому что насчет остальных персонажей не знаю, Один круто выглядит, но остальные, не знаю, или где-то можно поискать, потом уже перепродавать, кто будет собранного. И давайте-ка я его покажу вам более-менее при нормальном ракурсе. Посмотрите, он выглядит мужественно, эпично, классно, очень, выглядит очень классно. У меня тут, пока я его доставал, некоторые вопросы к качеству материала, из которого он сделан, но внешний вид его просто, мне кажется, шикарен. По сравнению с другими маленькими фигурками, не все они так хороши, как он. С ботинок до макушки, до шлема пройдемся, видим грозный могучий Тор. Просто отличный дизайн, хорошая детализация и минимальные косяки в покраске, я считаю, для этой серии я видел и похуже, что было. Здесь же все сделано очень достойно, хорошо. И даже с лицом, смотрите, не напортачили, все нормально, прокрасили, глаза на месте. Плащ такой, посмотрите, интересно так сделан, такие складки, здесь затемнение, здесь высветление. Шлем блестит, волосы мы там видим, голубые глаза Тора, давайте прям близко-близко посмотрим. Ну, посмотрите, да, понятно, что не все идеально в покраске, но я считаю, прям новый уровень, супер, класс. Вот, соединение, посмотрите, хорошо проработано, спрятаны вот эти соединительные элементы так, чтобы не особо было видно их, можно было как-то так удачно, если расположить, то спрятать практически и будет не особо заметно. Это тоже очень хорошо. Подвижность, ну, плащ немного ограничивает, но, в принципе, у Тора будет только несколько эпичных поз, не то, что он прям гимнаст какой-то. Здесь тоже все нормально, ноги двигаются, а, Торс тоже, смотрите, двигается, Торс, ну, так, чуть-чуть поворачивается скорее, чем. Немножко нагибается вперед, назад, но вот больше вправо-влево, конечно, у него возможности есть. Ноги двигаются хорошо, а вот колени, в коленях какая-то непонятка, мне кажется, это какие-то слишком клипкие соединения, посмотрите. Из-за того, что вот здесь такая вот эта вот резинка, прям, я прям боюсь сломать это все дело. Я не знаю, может, в остальных так же было? Да нет, не было, по-моему, такой резинки. Для такой большой фигурки, плюс эта резинка со временем так растянется, потому что это, ну, прям вот резиновый элемент, вот эти защиты у него на коленях. Это коленники, и они являются как раз вот этим вот соединительным элементом в колене. Поэтому часто так делать, это все разболтается точно. Но не игровая фигурка, мне кажется, не игровая. Плюс, посмотрите, из-за этих хлипких коленок, к сожалению, он не очень хорошо стоит. Хотя, казалось бы, да, такая фигурка должна быть устойчивая. Но нужно что-то выдумывать, придумывать, чтобы он встал нормально. Потому что, ну, вот так. Можно найти, конечно, но, к сожалению, хлипковатые колени. Но это, как бы, наверное, единственный такой минус у этой фигурки, который есть. Потому что, смотрите, тут еще есть аксессуары какие классные. И молот, как проработан, да, и меч. Я теперь понял, почему он так нарисован был на коробке. Именно в такой позе меч, видно, помогает ему стоять. Это, конечно, немного печально. Но, что есть, то есть. Я думаю, что фигурка Тора в этой серии будет самая продаваемая. У нее, посмотрите, два замечательных аксессуара. Большая тяжелая фигурка. Красивая, с плащом. Отлично покрашена. Это узнаваемый всеми персонаж. Я думаю, даже те, кто не знает историю всяких комиксов, вселенных, вот этих вот, то Тора знают в любом случае. Мстителей смотрели. Как-то, каким-то образом знают. Это, конечно, совсем другой. Тор по-другому выглядит. Намного мне больше нравится, чем из фильма Тор, как выглядит. Но, на вкус и цвет здесь, конечно. Но, вот, как бы, на полке, я думаю, идеально будет смотреться. Единственный минус – это вот эти вот слабенькие колени и несъемный плащ. Ну, я не знаю, можно назвать это минусом или нет. Все остальное просто шикарно, я так считаю. Да еще и за цену такую для коллекционной фигурки. Сейчас пойди найди коллекционную фигурку Тора за 1380 рублей в таком исполнении качественном. В общем, я доволен остался покупкой. Кому понравилась эта фигурка, можете себе ее то, а также приобрести. Да, еще не показал вам, что у головы так вся подвижность. Чуть вправо, чуть-чуть влево. Все. Ну, все остальное зато очень подвижное. Мы видим, что кисти тоже так вот сгибаются. Руки как угодно, ноги. Ну, нужно аккуратно быть с ногами, разве что. Не знаю, скорее всего, я не пойду на поводу у маркетологов компании Hasbro. И не стану собирать Одина целиком, потому что остальных персонажей знаю очень плохо. И как бы внешний вид их не настолько хорош, чтобы даже не знаю, кто это приобрести. Тор в любом случае клевый. И все. Точка. Не знаю. А так напишите в комментариях. Если прям вот захотите, то сделаю, конечно, для вас. Почему бы и нет. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить лайк этому видео, если вам понравилось оно. И до новых встреч, друзья. Атор на полку. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok